Всем привет! Меня зовут Пастряков Иван, являюсь руководителем лаборатории интернет-маркетинга, а также руководителем американской компании. Не так давно я благодарю Дмитрия. Это Дмитрий, он предприниматель, живет в Америке, мой друг. Он уже год, как в Амазоне, затащил, можно сказать, меня туда, в Амазон. Говорит, ты умеешь сайта продвигать, сайты умеешь делать, умеешь группу продвигать, а еще таким делом не занялся, серьезным, как Амазон. И мы начали двигаться в этом направлении. Он раньше, я чуть позже. И я увидел, что да, действительно, все те знания, которые есть в SEO, которые есть в SMM, которые есть в интернет-маркетинге в целом, они все работают именно в Амазоне. Более того, SEO-оптимизация процентов на 80 работает. Итак, хотел бы начать, прежде всего, с того, что такое вообще Амазон. Здесь немного обо мне. Я занимаюсь продвижением и созданием сайтов уже порядка более 10 лет. Продвигаю как русские проекты, так и иностранные проекты. В портфолио есть такие крупные компании, как Mercedes-Benz. В американском, на американском рынке я продвигаю там ряд компаний. Они тоже здесь известны, русскому и украинскому. Может быть, предпринимателю не очень сильно известны, но здесь они известны, эти компании. Итак, мы недавно с Дмитрием создали наш проект. Главной целью этого проекта «Амазон на миллион» является помощь именно в том, чтобы вообще начать смотреть в сторону Амазона, начать двигаться в эту сторону, потому что это очень интересная площадка, с которой можно стартануть, то есть и начать зарабатывать деньги. Соответственно, если вам интересно, то обязательно заходите и читайте наш блог. Ссылкой сейчас я продублирую. В чат, соответственно. И также вы можете вступить в наше сообщество под названием «Клуб Амазон миллионеров». Там мы делимся своими кейсами, секретами. Также сейчас переводим статьи, делаем видео по Амазону. И двигаемся в том направлении, чтобы как можно больше людей в Украине и в России обучить этой уникальной, можно сказать, технологии ведения бизнеса на Амазоне. Советую подписаться на блог, потому что там довольно-таки интересный материал мы переводим. Так что вы его будете первым получать. Итак, для чего нужен бизнес на Амазону? Вообще, какая цель, мотивация? Для каждого человека мотивация разная. То есть, для кого-то это новый бизнес. То есть, новый бизнес, а самое главное, бизнес, который построен на зарубке в долларовом эквиваленте. Вы сами знаете, что в России сейчас доллар сильно вырос по отношению к рублю. Такая же ситуация в Украине, такая же ситуация в Казахстане, такая же ситуация в Белоруссии. То есть, зарабатывать в долларах выгодно. То есть, если вы, допустим, находитесь в странах СНГ, то есть, Россия или в больших странах СНГ, в Советском Союзе, то есть, в странах СНГ, то, соответственно, для вас это будет интерес. Второй момент – это возможности. Это сообщество, Амазон, оно в России и Украине только-только зарождается. В Америке это уже сформировавшийся рынок с сильными игроками, с сильными преподавателями, с сильными сайтами, которые полностью построили весь бизнес вокруг этой площадки. И, соответственно, это тоже довольно-таки перспективная вещь для всех тех, кто хочет именно начать делать что-то уникальное на рынке. То есть, сами понимаете, что сейчас, если говорить глобально, интернет-маркетинг – это довольно-таки конкурентная ниша, нужно находить свои какие-то пути, лазейки. Для меня лично Амазон и вообще вся деятельность в интернете – это все-таки больше и заработок. Два у меня, две мотивации – это заработок и свобода. То есть, это две вещи, которые фактически вас должны зацепить. Хорошие деньги и возможность жить где угодно. Вот. Если у вас есть какой-то свой вариант мотивации, почему вы вообще, в принципе, пришли к бизнесу в интернете, то в конце вебинара выслушаем и тоже запишем новую мотивацию, почему же нужно начинать бизнес на Амазоне. И вообще, в принципе, в интернете. Итак, первое. Почему именно бизнес на Амазон? Это полная геонезависимость. То есть, вы можете делать бизнес в любой точке мира. И неважно, где вы находитесь. Сейчас есть единственный нормальный способ вывода денег из Амазона. Это карточка по НР. Чуть дальше про эту систему расскажем. Но смысл такой, что деньги с Амазона выводить можно. Там есть свои нюансы по поводу налогообложения. В любом случае, если вы зарабатываете в США, вы должны платить налог в США. Соответственно, здесь уже вам нужно смотреть, как и что двигаться. То есть, у вас должен быть бухгалтер или человек, который занимается финансовым и так далее. То есть, с своих странах можете и не платить налоги, но, опять же, не советую. Низкие риски. Если вы правильно подберете товар, если вы правильно подберете нишу, закупите товар, соответственно, ваши риски, они сведены к минимуму. Опять же, есть всякие очень много нюансов. И самое важное, я считаю, это не нужна своя инфраструктура. То есть, Амазон, это такая штука, которая позволяет вам покупать товар. И, допустим, в Китае вы можете поставщика найти и в России, вы можете поставщика найти и в Украине. Если у вас есть товар, который полностью сертифицирован и который можно продавать в Америке. То есть, есть ряд сертификаций, которые нужно пройти. Допустим, если это продукты, то нужно получить сертификат FBA, Food and Drug Association. И вы можете продавать этот товар. Опять же, сейчас больше распространена покупка товара в Китае и перепродажа его на Амазон. Амазон имеет такую систему, как FBA. То есть, Fullman by Amazon. То есть, это полный цикл сервис, который берет на себя и складирование товара, и, соответственно, его отправка конечному покупателю. А Fullman by Amazon мы чуть позже расскажем, но это вкратце. Итак, что вообще такое Амазон? Амазон – это огромный интернет-магазин. То есть, это не секта, не пирамида, а это интернет-магазин. То есть, это огромный бизнес. Я бы сравнил Амазон именно с Гуглом. На самом деле, потому что только есть разница, что если брать Гугл, то там мы ищем по информационным запросам, есть коммерческие запросы. Здесь все-таки больше упор идет на коммерческие запросы. То есть, люди приходят в поисковую систему Амазон для того, чтобы купить товар. То есть, конверсия более 50%. То есть, такой конверсии вообще в ни одной пирсковой системе нет. То есть, если человек, конкретно в Америке, у нас очень низкий показатель пользования Амазоном. В Америке почти что все пользуются Амазоном. Я, то есть, не знаю, каких-то отдельных площадок или интернет-магазинах, может, какие-то нишевые есть там с интернет-магазина. Но, в основном, сейчас все продажи идут через Амазон. Эта компания в 2015 году заработала 71 миллиард долларов. То есть, вы можете представить, какие обороты. То есть, Jeff Bezos – это один из самых богатых на данный момент людей на планете. Более того, в прошлом году Амазон анонсировал, что они будут расширяться. Амазоном чаще пользуются, чем eBay. Уже сейчас точно. В прошлом году Амазон анонсировал то, что они будут на складах своих использовать роботов, что позволит увеличить скорость доставки товаров в 5 раз и увеличить скорость производительности своих рабочих в 5 раз. Что они ввели? Подробнее об этих роботах мы сделали видео на нашем канале. Сейчас я скину вам ссылочку, если интересно. Очень классно, чтобы вы поймете примерно структуру, как это вообще работает именно в Амазоне. И до конца этого года и начала следующего года Амазон планирует, во-первых, расширить количество складов. На данный момент в Америке 55 складов, во всем мире 109 складов. То есть каждый день они увеличивают количество товаров, которые складируются у них на складах. То есть благодаря вот этой штуке FBA люди, предприниматели полностью доверяют Амазону все, что связано с логистикой, с складированием. Тем самым они сфокусированы только на ведении бизнеса, на маркетинге. И занимаются только раскруткой товаров и улучшением. Все остальное берет на себя Амазон. А что же продают вообще, в принципе, на Амазон? Амазон продает все, начиная от каких-то ручных товаров, заканчивая книгами. От стиральных машин до игрушек для собак. То есть, и, соответственно, там большой спектр. Вот Дмитрий недавно мне рассказал, что, оказывается, уже Амазон планирует и машину продавать через Амазон. И я уже не говорю о том, что они уже детали активно продают. То есть через Амазон очень много компаний, которые занимаются непосредственно обслуживанием и сервисно-обслуживанием машины, они продают свои запчасти через Амазон. Потому что это маленький товар, но в дальнейшем, я думаю, что Амазон возьмет все. И я не удивлюсь даже, что если они будут уже продавать и квартиры тоже через Амазон. Итак, я рассылал FBA, FUMUM by Amazon. Сейчас хотел бы передать слово Дмитрию. Он уже работает с этой системой, соответственно, и он расскажет, как это происходит, что он для этого делает, и я думаю, вам будет это интересно. Добрый день всем. У нас раннее утро. Приветствую всех. В двух словах хотел бы продолжить, рассказывать вам более подробно, немножко остановиться на FBA. Эти три такие загадочные буквы. это сервис, который предлагает Амазон для обслуживания клиентов. На данный момент, на сегодняшний день, кроме Амазона, никто такой сервис не предлагает. Это кто такой феминальный. То есть человек, находящий часть своего магазина, и ему не нужно прилагать никаких усилий для контроля за продажей, за своими клиентами. То есть все это выполняет Амазон. На сегодняшний день существует очень много складов по всему миру. Самые большие, конечно же, склады сейчас находятся на территории США, в Америке. Поэтому самое главное, что нужно сделать, это выбрать товар правильно. Для того, чтобы правильно выбрать товар, мы уже более подробно в дальнейшем расскажем с Ваней и опишем всю процедуру на нашем блоге и в группе в Фейсбуке и ВКонтакте. Это самое главное, потому что все зависит от того, какой товар вы выберете, насколько он будет интересен покупателям. Так у вас дальше, в принципе, и пойдет развитие. Более подробно мы остановимся попозже. Когда вы выбираете товар, непосредственно после выбора вам нужно договориться и найти этот товар в Китае. Самая дешевая сейчас рабочая сила находится все равно в Китае. Она всегда там была и будет. Поэтому нужно договориться с китайскими поставщиками, найти хорошего, надежного поставщика. И после того, как вы договариваетесь с поставщиком, нужно сделать первую пробную партию. Когда вы заказываете первую пробную партию в Китае, параллельно этому вы создаете аккаунт на Амазоне и создаете листинг. Листинг – это страничка вашего товара. То есть, в то время, когда товар идет с Китая на склад Амазона, вы параллельно работаете, у вас есть несколько недель, до месяца, работаете над созданием вашей странички, вашего продукта. Самое главное, опять же, это уделить очень внимание на качество этой страницы. Мы с вами постараемся объяснить какие-то подробности, нюансы, дать вам описание, каких ошибок нужно избежать. Потому что, когда я начинал, это около года назад, я начинал сам. И все ошибки, скажем так, перепробовал все, что можно было, и понял, где я совершил ошибки. То есть, для того, чтобы ускорить процесс и избежать этих ошибок, лучше прислушаться к специалистам. Скажем так, мы считаем себя не великими специалистами, но все-таки мы прошли уже какой-то этап, поэтому можем вам что-то посоветовать. Да, ну то есть, задавайте вопросы, контакты будут, задавайте вопросы. Просто сейчас будет такая, больше лекция именно ознакомительная, но вопросы в конце обязательно вы задавайте. Вот, все, что касается, здесь вопрос задали, можно ли продавать отечественные товары. На Амазоне продавать можно все. Другой вопрос, сертифицирован ли ваш товар. Могу точно одно сказать. Если у вас, допустим, одежда, то ее продавать можно, не надо сертификацию. Если у вас детское питание, то в Америке это очень сложная история. Если у вас детские игрушки, то опять же это в Америке сложная история, потому что требует сертификации. Надо четко смотреть тот товар, который нужно завозить именно в Америку. Да, на Амазоне есть некоторые такие товары, которые Амазон ставит очень жесткие критерии. То есть сертификация продукта, тщательно каждый товар проверять. Желательно, когда вы начинаете работать на Амазоне, желательно начинать с какого-то простого продукта, который не требует сертификации, не требует патента. То есть продукция, которая чем можно проще, тем лучше. То есть в дальнейшем мы опять же таки расскажем, что лучше не надо начинать с электроники, не нужно начинать с каких-то детских игрушек, не нужно начинать с одежды, потому что есть свои нюансы. И то, что этот сервис Амазона предоставляет на дистанции, дистанционное обслуживание клиентов, это самая, скажем так, полезная, самая интересная часть. То, что вы в любой точке мира можете руководить своим аккаунтом. Вы можете находиться где бы то ни было и смотреть, зайти под своим логином и смотреть, сколько у вас сегодня было продаж, как вы продвигаете свою продукцию, сколько вы потратили на рекламу. То есть вы можете дистанционно управлять своим аккаунтом. Что вам нужно только? Это произвести товар, выбрать товар, произвести товар, доставить товар на склады Амазона и контролировать продажи. Больше, в принципе, ничего. Ваня, в свою очередь, специализирует на продвижении товара в интернете. Это можно сделать непосредственно на Амазоне. Там есть своя система. Она очень схожа с системой в Гугле, только внутренняя система – это pay-per-click, то есть оплата за каждый клик, за каждое продвижение товара внутри самой системы Амазона. Также вы можете продвигать товар на просторах канал в бизнесе, потому что это сайт, всемирно известный интернет-площадка, на котором вы создаете свой маленький магазин. Дальше я передаю Ивану слово. Если будут какие-то вопросы, вы задавайте, мы будем отвечать в конце вебинара, мы постараемся на все вопросы ответить. Здесь вопрос возник по поводу продажи курса. Мы курс не продаем. Данный вебинар был создан для того, чтобы просто подробнее рассказать об Амазоне и, соответственно, как на нем можно зарабатывать. Вы, как люди, которые занимаются интернет-маркетингом, люди, которые занимаются SEO, вам это будет близко. Я уверен, что все сталкиваются с одними и тем же проблемами. Я столкнулся с проблемами какими? То, что занимаюсь созданием и движением сайтов, это рынок услуг, и, соответственно, постоянная проблема, не проблема даже, а постоянно приходится находиться на острие, общаться с клиентами, решать какие-то оперативные вопросы. То есть это работа постоянно с клиентами. И я рано или поздно пришел к мысли о том, что нужно делать что-то свое. Потому что либо ты растешь количественно, то есть ты увеличишь просто выхлоп от своих клиентов, но при этом теряешь качество, либо ты переходишь в какой-то качественный новый уровень. Я считаю, что для всех людей, которые более-менее понимают в интернет-маркетинге, это хороший путь. Теперь давайте разберемся, как же можно зарабатывать на Амазоне. Уже конкретика. Дальше я переключу на свои экраны, покажу, сколько можно зарабатывать, чтобы не было воды. Первый момент. Амазон. Есть два типа заработка. Это дропшиппинг и private labeling. То есть, первое, дропшиппинг. Что это такое? Вы покупаете товар, допустим, находите товар дешевле, то же самое Америке, вам через Амазон его заказывают, и вы его доставляете. Все это делаете сами. То есть, вы, по сути, занимаетесь перепродажей. Очень интересная штука, и требует мало денег. Допустим, если у вас есть страница товаров, допустим, вы закупили 10 айфонов, и вы их продаете с наценкой 100 долларов, а вы продаете ее внутри Америки. Также очень хорошо у нас есть склад, через который мы как раз нашим, можно сказать, подписчикам, нашим последователям помогаем проверять товар. На этом складе есть, соответственно, товары, которые непосредственно люди отправляют для дропшиппинга. В основном это дорогие товары, то есть, не низкие товары, не низкой цены. Потому что есть всегда вероятность возврата. Второй пример – это частный бренд. Вы создаете свой собственный бренд, вы договоритесь с китайцами, они наклеивают, наносят ваш логотип на ту продукцию, которую вы выбрали. То есть, сейчас попозже расскажем про отказы, вот как раз Дмитрий все более подробно уже в процессе работы. Важный момент – вы должны создать для private label, для частного своего бренда, первое – а, сайт, второе – вы должны создать логотип, третье – вы должны придумать название вашего бренда. И главное – вы должны понимать, что этот бренд имеет место развитию. То есть, сейчас в Америке очень развита такая история, когда вы развиваете свой собственный бренд, у вас есть продажа, у вас есть линейка продуктов, а потом люди за не одну сотню тысяч долларов продают всю эту историю. То есть, вы как бы работаете на себя фактически. С историей с дропшиппингом все-таки это перепродажа, то есть, классическая коммерция. История с private label, с частным брендом – это все-таки история про производство. То есть, вы производите товар, неважно где – в Китае, в России, в Индии, где найдете хороший товар, наклеиваете на него логотип и продаете через Амазон. Эта история более интересна, потому что она уже фактически имеет какую-то капитализацию. Вы строите свой бренд. Да. Путем private label вы просто строите свой бренд и вы его расширяете. То есть, вы… Можно расширить. Вы строите бренд вокруг бренда. И private label дает эту возможность. То есть, вас будут узнавать, вы будете делать качественный, хороший продукт и в дальнейшем это развивает ваш бизнес. А дропшиппинг – вы продаете чужие товары. То есть, это интерес только, как-то, скажем так, временно. И вы зависите от других. Да, то есть, риски есть, но и то, и то имеет место быть. И то, и то на том, и том люди зарабатывают. Теперь, давайте перейдем к основным этапам. Первое – разработка продукта. Вы должны для того, чтобы разработать продукт, вы должны исследовать рынок. То есть, понять, какой продукт вам нужно продавать на Амазоне. Соответственно, есть сейчас возможности. Сейчас, чуть попозже экран, когда буду показывать, вам покажу, какие есть сервисы для того, чтобы проанализировать ваших конкурентов. Вы исследуете товары, вы смотрите по определенным параметрам, покупаю этот товар, не покупаю этот товар. После этого делайте анализ полностью всех товаров, которые вы выбрали, и выбирайте какой-то один товар. Выбрали товар, все. Решили заниматься мячиками для собак, предположим. Вот думаете, да, все, классный продукт. Так, люди покупают мячики для собак да кошек, покупают, потому что это всегда портится, это такой быстрый товар. Окей. Дальше. Нужно найти поставщика. Опять же, можете искать Китая, в основном делают сейчас в Китае, но вы, если в России или Украине производят хорошие мячики для собак, можете тоже, в принципе, и начать и с этой истории. То есть, по месту договориться, сделать коробку для этих мячиков, нанести логотип и начать продавать. Третье. Вы нашли поставщика, вы с ним договорились. Теперь вы должны заказать этот товар и перевезти на Амазон. Вот здесь начинается самое интересное. Если партия небольшая, то, соответственно, рисков мало. Но если партия большая, вот как в случае с Дмитрием, он заказал порядка тысячи штук единиц товара, ждал два месяца. Сейчас я закончу основные пункты для этого, он вам расскажет про эту историю. Соответственно, ждал два месяца товара, пришел товар весь помятый. Вот такая история бывает. То есть, нужно, мы советуем проверять товар и в Китае, и в Америке. Соответственно, у нас есть на этой возможности. Если кто-то решит заняться, пишите, поможем. В Америке проверим товар. Если товар бракован, отправим обратно в Китай. И последний пункт, это вы создаете, соответственно, страницу товара и начинаете продавать через Амазон. Как же делается, сейчас Дмитрий передам слово, он расскажет про свой кейс по поводу того, как у него товар помялся, и что для этого нужно делать. Я буквально несколько слов скажу, что это была, в принципе, не первая моя, где-то вторая или третья, я уже не помню точно поставка. Но нужно очень сильно обратить внимание на работу с китайцами. Опять же таки, в дальнейшем в процессе мы раскрыли китайцами, китайцы, скажем так, выслали товар, и этот товар у меня застрял на таможне в Америке. После того, как он несколько недель пробыл на таможне, таможня вернула товар, товар вернулся в Гонконг, в Гонконге он лежал на складе. Ну, то есть, эта вся процедура около двух месяцев длилась. Товара было около на 6 тысяч долларов, и я этот товар все-таки получил по истечении двух месяцев, и больше, наверное, половины товара, процентов 60-70 было помятой упаковки. То есть, это некондиционно, вообще в такой кондиции, что невозможно было этот товар продавать. Поэтому... Скажи, что это, что Амазон возвращает. Поэтому товар нужно обязательно проверять, особенно если он в каких-то упаковках таких, которые мнутся, и если этот товар бы получил, например, склад Амазона, непосредственно он бы этот товар не принял, либо он принял бы, а потом бы утилизировал. Поэтому лучше перепроверить один раз в Китае, и второй раз, если это идет непосредственно сразу же на склады Амазона, лучше какой-то промежуточный еще сделать промежуточную проверку, перепаковать, открыть, запаковать и отправить дальше. Это такая процедура, без которой, в принципе, можно обойтись, но если товар не мнущийся. Если он мнущийся, то желательно перепроверять еще раз. Для того, чтобы исследовать рынок, опять же, вы должны понять нишу. Обычно люди занимаются теми товарами, которые им интуитивно понятны. То есть, если человек, допустим, у нас есть общезнакомая наша, она любит рисовать, она выбрала одну нишу, это все товары, связанные именно с этой, как бы непосредственной деятельностью, с артом. То есть, карандаши, я не знаю, бумага, ластики, еще какая-то штука. То есть, она хочет в этом, допустим, формате развиваться. Есть предприниматели, которые им все равно чем заниматься. То есть, самое главное, чтобы продавалось. Вот я считаю, тот путь с точки зрения продаж, он самый верный. Но для того, чтобы понять, что за продукт, и как его продавать, и за сколько его продавать, это все-таки надо исследовать рынок. Давайте сейчас вот в какие-то технические вещи не будем углубляться, презентация будет. Могу одну сказать, самое главное могу сказать, первое, вкратце пройдемся по слайдам, я расскажу, как это вообще применимо к SEO, к маркетингу, а дальше покажем уже конкретно листинг и товар Дмитрия, и покажем вам вообще, сколько можно зарабатывать на Амазоне и на каких товарах, хотя бы приблизительно. Первое, для того, чтобы собрать ядро запросов, спокойно можно использовать два сервиса. Это интересный инструментик, сейчас вам скину его, очень понравился. Сейчас. Вот, вот этот инструментик, классный, скидываю, тоже позволяет выгружать, там даже есть поиск именно по Амазону, то есть по ключевым запросам Амазона. То есть, есть там платная версия, она дает статистику, 99 долларов стоит в месяц. Вот, дальше идем. Важно сделать название продукта, сейчас это все общее для вас, я понимаю, и сложно сразу такую информацию, но я просто говорю о главных пунктах, как только вы нашли товар, вы должны собрать семейство, под этот товар, для того, чтобы сделать описание, то есть для товара. Очень важный продукт, то есть, очень важная вещь для продукта, это название, фактически всего это H1, title и H1. Вы пишете основные ключевые запросы в этом title, и, соответственно, пишете, в чем фишка вашего продукта. Здесь подробнее, более узко все это сказано. Вот, дальше. Создаем описание продукта. Лучше делать описание короткое, емкое и понятное. В Амазоне есть так называемые буллеты, это перечисление всех возможных плюсов, плюсов именно товара. То есть, в основном, люди покупают благодаря названию и благодаря буллетам. То есть, в описании товара уже никто не доходит. Подробнее, чуть позже, чуть ниже, когда экран буду показывать, покажу, что это такое. Вот. Теперь, какая форма для написания? Заголовок, под заголовок, это вот буллет, буллет, буллет. Соответственно, это H1, H2, H3, ну, грубо назовем это. Вот. Преимущество и какая-то гарантия. То есть, чисто лендинговая формула вообще предоставления товара. Вот. В дальнейшем, там будет у вас при развитии товара, у вас будут, соответственно, свои отзывы, и это уже, так называемое, социальное подтверждение. Вот. Отзывы очень важны для Амазона, и это одним из, одним из основных факторов ранжирования, на самом деле, количество отзывов. Вот. И, конечно же, фотография. Фотография привлекает внимание. То есть, вам нужно сразу, как только вы решили заниматься каким-то товаром, подумать, в каком виде вы представите этот товар. То есть, чем более яркая и запоминающаяся фотография, тем она больше привлекает внимание. Опять же, для того, чтобы это понять, вы все равно полазите по Амазону и посмотрите, что вас привлекает, что нет вас, когда вы пытаетесь найти тот или иной товар. То есть, фотография – это один из важнейших факторов. Вот. Итак, сейчас вы пишите вопросы, я сейчас переключу на свой экран. время у нас такое ограниченное, из-за этого хочу конкретно показать, сколько можно зарабатывать на Амазоне. И, соответственно, покажем уже, как выглядит, допустим, тот же самый товар у Дмитрия. Инструмент для анализа конкурентов, который я буду использовать сейчас, это… Сейчас, секунду, я вам его скину. Так, скидываю вам ссылочку на инструмент. Этот инструмент сейчас мы будем использовать для того, чтобы проанализировать товар. Вы обязательно нас добавляйте в социальные… в социальных сетях, пишите нам и вступайте в наши группы, чтобы мы как-то с вами взаимодействовали в дальнейшем. Вот, это тот… это, соответственно, ссылка на программу, которую мы используем. Теперь дальше идем. Сейчас я включаю экран и конкретно уже показываю. Так, ищем товар. Допустим, берем товар… ну, давай… сейчас скажи, по той джанге скаут и так далее. Вот непосредственно сейчас вы на своем экране видите программу, это самая такая сейчас на данный момент программа, туз, которым пользуется множество продавцов, для того, чтобы оценить возможность, вот какой будет оборот, сколько вы можете заработать с каждого товара, чтобы проверить. То есть, это когда вы делаете ресерч, когда вы ищете товар, вот этой программой можно пользоваться. Непосредственно я этой программой пользуюсь в самом начале. Вот, например, продукция, которой занимаюсь я, вы видите estimated revenue, это общий валовый продукт, то есть, это стоимость в месяц, сколько вы можете не то, что заработать, это какая выручка, да. Общая выручка. Вы можете видеть, что на данный момент это 59 тысяч долларов, 122 тысячи долларов, 25, 78, 17, 32, то есть, вы видите, что на данный этап мы ввели, например, название продукта, и этот продукт вылез на первой, второй, третьей, десятой странице. То есть, вот это первые 16 продукт, продукта, вы видите, какая может быть выручка. Если... Сколько конкретно вы зарабатываете, ты сколько зарабатываешь, вот именно, чтобы люди понимали. если чистыми, скажем так, если отнять рекламу, если отнять все расходы по доставке, по всему, где-то получается в районе 5 тысяч долларов за две недели. То есть, Amazon, он каждые две недели присылает, скажем так, чек, то есть, деньги кладутся на ваш аккаунт. Когда вы создаете аккаунт, вы указываете карточку, и на этот аккаунт каждые две недели Amazon вам отсылает деньги. вы видите здесь, здесь не установлено, вани, еще видно, что когда вы пользуетесь услугами FBA, то есть, складами Amazon и сервисом FBA, то Amazon, конечно же, он берет свои услуги за это. То есть, в зависимости от типа товара, этот процент может быть разный. Это может быть в районе 30%, может быть, в районе 20%, но это того стоит, потому что вы снимаете с себя всю ответственность. Amazon полностью общает с клиентами, он занимается возвратами, он занимается доставкой, упаковкой, то есть, вы просто смотрите на цифры, вы считаете деньги. Единственное, что вы должны активировать свой листинг настолько, чтобы ваш листинг был лучше, скажем так, чем у конкурентов. Опять же, к этому мы вернемся дальше, потому что это очень сильно зависит на конверсию. То есть, чем качественнее сделан ваш товар, чем качественнее фотографии, чем качественнее описание, тем, конечно же, ваш продукт будет интересен для покупателей. Вы сейчас здесь на странице, вы видите на своем экране продукцию, каждая продукция, когда вы нажмите, вот, например, опять же таки, нажмем на практически главного сейчас моего конкурента и на это устройство для отпугивания грызунов, для отпугивания насекомых, то есть, в принципе, в Америке есть несколько штатов, как Калифорния, Флорида, когда такая продукция, она круглогодично пользуется спросом. Вот, вы можете увидеть, что, например, доход по конкретному этому товару составляет выручка, вернее, 60, в районе 60 тысяч долларов. и так как если китайское производство, я вам скажу так, что вот этот продукт продается сейчас по цене 18,99, в Китае он стоит 2 доллара, то есть, вы можете прибавить, это доставка такой, и 1 единица стоит, ну, пол доллара приблизительно, потому что здесь упаковка маленькая, я этот товар непосредственно держал в руках, это очень маленькая упаковка, это маленький габарит, и маленький вес, поэтому пол доллара стоит доставка, плюс Амазон берет где-то в районе 6 долларов, 5 долларов за этот товар, все остальное это ваша чистая выручка. То, как вы дальше растите свои ресурсы, то, как вы разрекламируете, сколько вы потратите на рекламу, возможно, вы вначале раскрутите этот товар, а потом не будете на рекламу, возможно, у вас сам же товар, то есть, в принципе, любая партия товара, она где-то за месяц, полтора-два полностью продается и окупается. Самое сложное это начать, то есть, начать, вам нужно начать с нуля. Каждый товар, он начал продаваться, вам нужно получить положительные отзывы, 15-20 положительных отзывов, когда вы уже имеете 15-20-25 отзывов, ваш товар видят, в вашем товаре заинтересованы, ваш товар нравится, они же начинают покупать или доверять этому товару, они начинают потихоньку потихоньку покупать. Есть, опять же, такие ресурсы, которые позволяют вам увеличивать положительные отзывы, там очень много долго об этом можно разговаривать, поэтому сейчас мы не будем останавливаться на этом. Давай покажем, давай покажем на лиге этот товар, сколько он стоит на либобе. Просто возьмем, чтобы показать, ультрасоник тест-контроллер, правильно? Пест-рапиллер. Пест-рапиллер. Все товары мы ищем на либобе, это самый большой ресурс китайский, где представлены представлены самый большой список, самый большой спектр производителей. Видите, от полтора до три с половиной доллара, то есть стоимость продукции. 100 единиц, минимальный заказ 100 единиц. А продает он за 19? Опять же, его можно продавать и за 20, и за 25. Все зависит от того, как вы построите свою стратегию. Некоторые строят так стратегию. Лучше взять объемом, но маленький заработок, например, по 5 долларов на каждой единице. У меня, например, профит 15 долларов на товаре. Я, наоборот, по-другому строю свой бизнес. Я продаю немножко меньше, но у меня больше заработок. Почему? Потому что у меня не такие большие поставки, я не хочу заниматься таким большим вопросом. Я лучше больше ударяю на качество, на опять же, работу. Единственное, что вам нужно будет, это работать с клиентами, когда клиенты вам задают какие-то вопросы. Вопросы не часто задаются, но если даже они задаются, то вы можете отвечать, либо распределить, найти какого-то человека, который владеет английским языком, либо же, если вы владеете английским языком, даже на среднем уровне этого достаточно, вы можете отвечать на вопросы, которые задают клиенты. Но опять же, вопросы самые-самые обычные. Американцы это не наш народ, они могут задавать самые нелепые вопросы, ответить на них не составляет никакого труда. дима, что касается отзывов, отзывов или вопросов, когда клиенты задают вопросы, насколько важно знание хорошего английского языка, нужно ли помочь их вообще? Ну, так как я и сказал, что в принципе вы можете воспользоваться и переводчиком, если вы вообще не владеете английским языком, либо же есть такие ресурсы, которые вы можете нанять переводчика и за очень маленькие деньги, скажем так, по удаленному доступу через различные сайты вы можете найти, там перевод будет стоить 1 доллар, например, то есть какой-то вопрос срочный, вам очень быстро нужно ответить, как сделал это я. А в дальнейшем в процессе работы вы поймете, что через месяц-два вы сами будете ориентироваться и как рыба в воде в принципе отвечать на эти вопросы и будете уже все понимать. Английский язык в принципе это как плюс при работе с поставщиками опять же таки это самое большое время, когда вы тратите на общение где вам нужен английский язык. А так всю работу в принципе за вас выполняет Amazon. Я видел, что был вопрос по поводу возврата, опять же таки с возвратами тоже работает Amazon. Автоматически если клиент вернул товар, Amazon просто с вашего аккаунта снимает эту сумму денег, здесь есть маленький минус, то что Amazon конечно не спрашивает никаких разрешений ни у кого, если есть возврат и клиенту не понравился товар, либо если это например не подошел размер, если это какая-то вещь или обувь, он может спокойно вернуть обратно, но товар опять же таки остается на складе Amazon, и если этот товар в нормальной кондиции, то есть его можно продать, Amazon опять же перепаковывает и опять же выставляет на продажу, опять же продается этот товар, если же этот товар невозможно уже продать, то либо он утилизируется, либо опять же таки вы отсылаете на склад в Америке, если у вас есть кто-то, либо есть вот такой сервис, как у нас с вами, там где перепаковывают ваш товар, вы можете опять же таки этот товар вернуть, если оно того стоит, либо если накопилось может за месяц там 10, 20, 30, 50 единиц, и этот товар перепаковывается и опять обратно отсылается, то есть в принципе ничего не теряется. У меня постоянно происходят возвраты, ничего с этим не сделаешь, американцы, народ такой очень как сказать пики, как на русском языке. у них много очень своих критериев, поэтому если происходит возврат, ничего здесь такого страшного нету. Все происходит в автоматическом режиме. Смотри, здесь вопрос такие уже по сертификации, по сертификации ответить не могу, вам нужно уже смотреть законодательство Америки. Теперь чай требует сертификации, чай требует сертификации. Все, что касается еды, конечно, это очень жестко, что касается косметики, еды, каких-то товаров, которые могут использовать дети, используют для детской игрушки, детской одежды, то есть очень есть жесткие критерии. Лучше начинать с каких-то товаров, которые не требуют сертификации. Опять же на сайте Амазона очень много есть информации, можно просто взять переводчик, если с английским есть сложности, есть отдельные ссылки, вы можете перевести, почитать, что можно продавать, что нельзя продавать, а если даже нельзя продавать, то сертификаты дают вам китайцы, спрашиваете, когда начинаете работать с китайцами, спрашиваете, работает ли Китай по этому товару с Америкой, есть ли сертификаты, если они есть, вы просто-напросто эти сертификаты отправляете на Амазон, Амазон их смотрит, если все соответствует стандартам, он делает approve, и вы можете этот товар выставлять на продажу, на свой листинг, создавать листинг. Скажите, пожалуйста, где, по поводу поиска поставщика Китая, мы уже сказали, это Алибаба, а потом еще был вопрос, как получить первый отзывы, Дим, как ты получал первый отзывы, в принципе, на данный момент, так как я живу сейчас в Америке, у меня есть определенный круг знакомых и друзей, конечно, первые отзывы пришли от них, то есть, это первые где-то 7-8-10 отзывов были от знакомых и от друзей. Ваш товар в Америке и дать его, например, по скидке, либо же просто по полной продаже, чтобы человек просто написал отзыв вам за этот товар. Буквально 10-15 отзывов вам нужно на первом этапе сделать, а в дальнейшем путем настройки автоматической отсылания имейлов вашим покупателям, ваши покупатели сами будут писать отзывы. Если ваш товар реально качественный, если он им будет нравиться, вы настраиваете автореспондер автоматическую рассылку имейлов и таким образом потихоньку, постепенно, постепенно будет увеличиваться отзывы. опять же, здесь вопрос заключается в том, что вот как бы все вот эти механики и работа они чисто маркетинговые и все требует более глубокого как бы проработки. Мы рассказываем об инструментах в общем, но все-все классические инструменты маркетинга, интернет-маркетинга, они работают. Отзывы можно получить и благодаря даже Facebook рекламе. То есть, вы даете какую-то скидку, вы даете купон, люди покупают товар и оставляют у вас отзыв. Либо после того, они купили товар, они получают на второй товар, допустим скидку. То есть, разные механики есть, надо просто дальше в блоге будем все это писать, все это рассказывать. Где вы учились в работе с Амазону? Мы самоучки, но есть ряд курсов. В Украине сейчас тема развита. Мы смотрим, читаем лекции, но в основном все это иностранные сайты. В основном это сайты, которые уже давно люди занимаются именно созданием бизнеса на Амазон и пишут свои статьи, пишут свои публикации, делятся своим опытом, рассказывают о своих подкастах. Очень важный момент, очень важный момент, который говорят все. Все более-менее уже успешные бизнесмены на Амазоне, они говорят о том, что Амазон нужно использовать все-таки как площадку для старта. То есть, если вы сфокусировались на развитии своего собственного бренда, вам нужно все каналы использовать. Амазон, Амазон на самом деле это одна из площадок, потому что есть Волмарт, есть Коска, есть очень-очень много площадок, где вы также можете продавать товары в Америке. Но Амазон это хороший старт. А сколько товаров может лежать на складе Амазон? Неограниченное количество? Ну, там есть ограничения, но там очень большое количество. Там около полторы тысячи единиц может лежать на одном складе, а складов на территории Америки я уже даже не знаю сколько практически не в каждом штате, но я даже не знаю, потому что настолько быстро увеличивается количество складов и они берут очень-очень маленький процент, если там например продукция лежит долго. Я даже не знаю сколько, потому что это незначительно там каких-то центов, то есть 0,05 центов может за одну единицу продукции, если она лежит там больше двух месяцев, потому что товар обычно не лежит долго. Если вы правильно настроили свой товар, настроили свой листинг, то товар как правило, у меня за две недели первая партия 200 штук я заказал, я даже не ожидал насколько быстро товар продаться. Когда вы видите первые продажи свои, через несколько дней, буквально когда уже появились первые ревью, и когда вы видите реально живые продажи, не от друзей, не от знакомых, а когда вы видите, что продажи пошли, у вас совершенно другое настроение, вы как-то загораетесь этим, и происходит покупка. В дальнейшем главное не терять время и заказывать следующую партию товара. Я понимаю, что очень многие боятся работать, например, это неизвестность, она пугает, меня она пугала в самом начале тоже, потому что это что-то новое, вы вкладываете деньги, опять же, вы практически ничем не рискуете, потому что вы вкладываете свои деньги в товар, товар непосредственно есть вживую, он находится на складе, то есть он никуда не пропадает. Вы, когда работаете с китайцем, вы опять же, таки, через сайт Алибабу работаете, там есть свои критерии проверки надежности поставщика, когда платите деньги, вы опять же платите через сайта Алибабу, который страхует ваши все платежи, то есть вы не потеряете ни копейки, ни одного доллара, если вы покупаете и следуете строго стратегии, которой нужно следовать, то есть не берете первого попавшегося поставщика, платите ему деньги напрямую без всяких страховок, и тогда, конечно же, вы можете потерять деньги, и много на просторах Китая тоже есть мошенников, которые пользуются таким положением, поэтому на сайте Алибаба есть свой trade assurance, есть такая система, когда оплата происходит в несколько этапов, первый этап это вы оплачиваете самому сервису Алибабе, Алибаба эти деньги держит, до этого момента, пока, например, не произведется товар, пока ваш производитель не произведет товар. Когда произведен ваш товар, вам высылаются фотографии, видео, как этот товар производился, в каком он виде, высылаются коробки, упаковки, когда вы даете добро, когда вам все нравится, вы пишете, что да, я согласен, товар произведен, я готов пить остальную часть, то есть за товар обычно платится двумя частями. Первая часть 30% предоплата при производстве продукции и 70% когда товар уже произведен. Остальные 70% вы платите и ваш авар тогда уже отсылается на склад Амазона. Здесь вопрос. Здесь вопрос по поводу сертификации. Я нашел документ быстро. Не знаю, насколько он там правильный и неправильный. Нужно было оперативно на вопрос ответить, но там именно правила для иностранного импорта. Теперь дальше идем. Можно ли продавать на Амазоне, но управлять товары из Украины? Да, можно. Я уже сказал, вы можете создать карточку ПНР и, соответственно, прикрепить туда амазоновский счет и из нее работать. After Responder есть сервисы амазоновские автоматические. Есть сервисы сторонние. Sales Hub есть такой курс. Курса я не знаю, насколько качественные и нет, но очень много людей не обучили. Стоит дорого. По поводу гарантий вам не даст никто. Я вам скажу так, что гарантии в таком деле гарантии никто вам не даст. Как может дать человек, например, вам гарантию, что вы заработаете такую-то сумму денег. Все зависит от вас. Если у вас есть желание, если вы нашли правильный товар, если вы загорелись этим, если вам это нравится, вы работаете над своим бизнесом. То есть, если вы хотите гарантии, это значит, я могу сказать, что давайте мне деньги, я буду создавать вам аккаунт, я буду создавать вам листинг, я буду заниматься, а вам просто буду платить дивиденды. Вот тогда это будет гарантия. Я вам буду тогда гарантировать, если я это буду делать сам, когда я знаю, что я делаю непосредственно. Если будете делать вы, мы просто можем подсказать, рассказать, дать какие-то рекомендации. Смотри, Вилла уже спам пошел, это наш конкурент. Видите, тема актуальна, уже спамят. Галина там наяривает. Галина, добрый день. Поэтому гарантии не даст вам никто. Много сейчас сервисов, много сейчас ребят, которые только начинают развивать это на просторах Украины, России. Когда я начинал заниматься этим год назад, не было ни одного человека, который бы мог что-то рассказать, показать. Поэтому я так, своим трудом, постепенно, долго, потихонечку, переводя каждую статью, смотря каждый канал на Ютубе, очень много на английском языке, на просторах интернета есть информация. Поэтому вы можете тоже параллельно сами смотреть, обучаться этому. Ну, а есть какие-то вопросы, желательно, чтобы быстрее это сделать и исключить каких-то ошибок, особенно это касается работы с китайцами, то мы можем в принципе вам подсказать в своих примерах. Да, здесь два вопроса было. Последнее. Когда каким образом доставляется на склад Амазон, вы можете доставить товар напрямую из Китая на Амазон, но есть большая вероятность, что если у вас коробки помятые, то у вас просто будет возврат товара, его просто утилизировать. Так что мы бы все-таки советовали вам через определенный хаб кидать. Допустим, опять же, вы можете нам написать, сказать, ребят, мы вот товар хотим отправить, проверьте его, пожалуйста. И мы это сделаем. Теперь дальше. С какой минимальной суммы можно начать? Я скажу инфраструктуру для дальнейшего рекламирования. Дмитрий уже начинает работать. Все вы начинали где-то со суммы полторы тысячи долларов. Вот это та сумма от полутора тысяч долларов, в которую можно спокойно войти в как бы в Амазон. Но опять же, вы должны создать коробку, упаковку для вашего продукции, вы должны найти продукцию, вы должны закупать партию. Минимальная партия у китайцев от 100 единиц, если договоритесь, но обычно это 300-500.